Я веду свою духовную практику в таком вот прекрасном месте, как комплекс Туваналам. Здесь у нас есть мечеть одноименная. Я служил в этой мечети Муадзином. Айдар Галиудинов призывает мусульман на обязательную молитву. Параллельно продолжает учебу в мадресе. Он пошел по стопам отца, который является имамом. Служба в мечети – это основная моя деятельность, рассказывает Айдар. А дополнительная – семейный бизнес. Я хочу заняться дополнительной предпринимательской деятельностью для того, чтобы была возможность совершить хадж и для того, чтобы я мог помогать мусульманской уме. И не только духовной практикой, но и материальной. Когда человек выбирает себе торговлю или бизнес, он смотрит, в чем нуждаются люди. Это самое главное. Ну и, конечно же, торговля или бизнес должны быть халяль-разрешенными и, по возможности, приближенными к религии, то есть к сунни, к жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Айдар вместе с сыном занимаются производством особенного антиперспиранта. Я на выставке «Халяль-экспо», проводимый в рамках «Казан-саммита», и познакомился с данным видом продукта вот в таком твердом виде. С этого времени я стал им пользоваться. Но данный вид продукта, он весь импортный и достаточно по высокой цене. Тогда же появилось желание и родилась идея о том, что создать свой продукт. Этот продукт является абсолютно халяльным, так как он не содержит спирта. Более того, он подходит для хаджа и умры. Еще и в древние времена его использовали. Естественно, нет в нем различных эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и так далее. Она обладает антибактериальными свойствами. За счет вот этого она создает такой эффект антиперспиранта. Она создает ультракислую среду, в которой бактерии не выживают, соответственно... Это анализ бизнеса Галлиудиновых на фабрике предпринимательства в Казани. Фабрика «Старт» призвана помочь всем желающим открыть свое дело с нуля. Участники послушали презентацию, задали вопросы. А почему горы? В основном интересовались рынком сбыта, рассуждали о конкуренции и предлагали подумать о более яркой упаковке. Планируем выставляться в магазинах мусульманского характера, а также юридических магазинов. Также у нас в разработке находится сайт. Раскрывать технологические процессы отец и сын не спешат. Говорят только, что настроены серьезно и верят в успех своего семейного дела. Мусульмане, молодые, в возрасте, не должны с себя снимать ответственность в том, чтобы поддерживать свою уму. То есть предпринимать шаги для зарабатывания средств не только своего существования, но и чтобы могли оказывать помощь своей уме. Естественно, это занимает много времени, но с помощью Всевышнего, когда правильный посыл, не яд, то время можно найти на все. Субтитры создавал DimaTorzok